Мы очень много и часто говорили о Всебелорусском народном собрании. Мы договорились, что надо создать мощный организационный комитет, который будет заниматься подготовкой Всебелорусского народного собрания. В связи с этим на мое имя был внесен нормативно-правовой акт о подготовке 6-го Всебелорусского народного собрания и создании этого организационного комитета. Прежде чем подписать этот документ, я хотел бы обсудить с вами некоторые аспекты предстоящего важнейшего политического мероприятия. Как я уже говорил, Всебелорусское собрание – особая форма народовластия в нашей стране. И думаю, что эту форму народного творчества надо сделать конституционной. Не под какие-то личности. Дело не в личностях. У нас пять, по-моему, прошло, да? Пять собраний. И никто не сказал, что это было во вред. И эту норму надо сделать конституционной. Кстати, с этих площадок диалоговых уже такие поступали предложения на мое имя. Я поддерживаю, но это народу решает. Поэтому пятилетка впереди. Надо определить, как мы будем жить. Жизнь идет, страна работает, развивается. В этом году мы собрали, как никогда, неплохой урожай, хороший урожай. Около 10,5 миллионов только по зерну. Всех видов. Молодцы. Это очень хороший уровень. Вот мы на него взобрались. Надо держаться на этом уровне. Кто бы ни был тут президентами, тогда будет хлеб и молоко, и люди будут накормлены. Как я только что говорил, несмотря на всякие предъявляемые нам со стороны наших тут, прежде всего, соседей ультиматумы, в спокойном ритме работают предприятия, транспорт и торговля. Люди трудятся, живут и требуют безопасной жизни. Наконец-то люди, особенно в Минске, оценили, что они могут потерять. А мы хотим так, как было до выборов, так так и будет. Мы обязаны вот это требование народа обеспечить. Обеспечить всеми возможными, доступными по закону средствами. Но при принятии судьбоносных для страны решений мы всегда советовались с людьми. Говорил не единожды, еще раз хочу повторить. Все будет так, и Конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Мы не будем мышкованием заниматься. Мы не будем что-то создавать под себя. Нет. Люди решат, так и будет. Как я уже сказал, по всей стране проходят диалоговые площадки. Важно услышать мнение и предложение людей. И я уже говорил, в чем важность диалоговых площадок. Хорошо, что мы об этом говорим. Специалисты, парламентарии, депутаты и сенаторы. Это хорошо, но это наверху. И чем ниже мы опустим обсуждение этих вопросов до трудовых, допустим, коллективов, тем яснее и понятно будет людям, с какими мы вопросами к ним придем. То есть таким образом мы вовлекаем в обсуждение животрепещущих вопросов большую часть нашего общества. Вот в чем смысл этих диалоговых площадок. На собрании нам предстоит честно и беспристрастно подвести итоги нашего развития за пять лет. Поэтому ключевой задачей, которую нам следует поставить перед участниками собрания, является выработка современных, эффективных, реально действующих механизмов, которые помогут нам решить проблемы, сдерживающие экономический рост. Особое внимание необходимо уделить вопросу избрания делегатов в собрание. Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, которые хотят быть услышанными и которые умеют слушать всех социальных профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней. Не только руководители, но и люди от станка, от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все проблемы человека. Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди говорят, открыто обсуждают, примем решения и будем по ним жить. Продолжение следует...